Русские новости 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 они тоже могут стать предметом вот таких новостей, которые затрагивают русские национальные интересы. Надо ходить на все русские мероприятия, безусловно, надо ходить, потому что надо создавать русские новости, и это есть жизнь, это политическая жизнь русского движения. Без событий ничего не будет. Я тут посмотрел, одна структура такая, такие гордые, а мы вообще от публичности отказываемся. Ну, у вас тогда просто не существует. Не существует. Вы в интернете выкладываете там свои какие-то заявления, там, да, вот, это что, это не форма публичности. А чем вы тогда себя утешаете, что в интернете там сто человек вас посмотрит и будет удовлетворено тем, что существует вот такая одна из русских организаций? Ну, это не получается даже новостями. Надо создавать то, что действительно будет значимо для всех организаций. Это значит коалиционная деятельность, хотя бы коалиция в тот день, когда происходит русский марш или русская весна 1 мая, мы тоже должны готовиться. Или сейчас следующий год будет для русского движения ключевой, потому что забыть катастрофу, которую нам устроили либерасты и коммунисты 100 лет назад, но это просто будет предать вообще всю нашу историю. 100 лет февральскому перевороту, 100 лет так называемой Октябрьской, Великой Октябрьской, социалистической, как они ее любят называть, революцией, в которой не было ничего социалистического. И празднуется она не в октябре, а в ноябре. Вот мы должны на это ответить? Мы должны провести антикоммунистические, антилибералистические митинги, посвященные февральской революции, посвященные Октябрьской революции. Это была трагедия нашего народа, и мы должны сделать эту новость русской, общерусской. Русские должны об этом говорить. Тем более, что наши враги, засевшие в Кремле и в средствах массовой информации, будут нам представлять ситуацию так, что вообще-то это было даже очень хорошо. Что вот прежнюю Россию надо было растоптать, отбросить миллионы людей, поубивать и изгнать из страны. И это был путь к какому-то благоденствию, к каким-то новым общественным отношениям. И что это была великая революция, великая, и даже скажут, русская революция. Хотя ничего русского там нет, и если посмотреть на историю большевистской партии, или кто готовил февральский переворот, да что там русского-то? Там просто откровенно нерусские люди, или предавшие все, что только можно было предать, веру царя и отечества. И люди, что в погонах, что в рясах, это не важно, они уже переступили черту, и русскими перестали быть. Надо создавать события. И я призываю тех, кто имеет отношение к общественно-политической, интеллектуальной, культурной деятельности, создавать эти события. Вот в прошлом году я был на такой микропрезентации в студии художника Василия Нестеренко. Замечательная картина, огромное полотно, посвященное, наверное, первое полотно, посвященное этому событию, событию Первой мировой войны, атаки мертвецов в крепости Осовец. Так называемая атака мертвецов, когда солдаты, офицеры, почти задушенные уже газовой атакой немцев, поднялись в атаку и отбросили немецкие части. Сейчас об этом написано, там подробные документальные есть статьи, может быть, даже уже какие-то книги вышли, и фильмы будут делать, не сомневаюсь. Но вот тогда это полотно было выставлено, и там человек 15 собрались в студии, обсудили, посмотрели, побеседовали, приятно пообщались. Но как событие русской жизни это не состоялось. Почему? Потому что русская публика как-то ко всему равнодушна, ничего не ищет, ничего не прославляет, своих действительно выдающихся людей, он просто не замечает, проходит мимо, проходит мимо. Ну, Василию Нестеренко трудно жаловаться на жизнь, потому что он затребован и реализован так, что ему некогда головы поднять, ему только работать и работать. Ему некогда думать о том, будут какие-то люди превращать его очередные творения в какое-то событие или нет, это все равно событием будет. Это событие мировой истории, даже не просто русской, а мировой истории. Ну, потому что он там расписывает храм на Афоне, вот расписал там, целый год был, мне сейчас сказали, что вернулся. То есть это творец мирового уровня. А мы ходим и его не замечаем. И то, что он создает событие, для нас, ну, кажется, пустячок какой-то. Есть люди, которые пишут книги, я вот отношусь к таким людям. Я хотел тоже создавать из своих произведений события, и вот пытаюсь как-то найти путь к читателю. Это крайне трудно, оказывается. Я вот напоролся на то, что так называемые интернет-магазины, ну, вроде мы в электронную эпоху переходим, значит, через интернет-магазины надо создавать вот эти события, потому что они занимаются продвижением той или иной книги и доводят ее до читателя. Оказалось, нет. Оказалось, что здесь установлен шлагбаум. Этот шлагбаум предназначен для того, чтобы автор до читателя не дошел, но потратился, капитально потратился на то, чтобы общаться вот с этими интернет-магазинами. Я сначала напоролся на, ну, так хорошо оформленный электронный сайт издательства Ридеро. Запомните, Ридеро. Никогда нельзя иметь дело. Особенно вот авторам говорю. Нельзя иметь дело с этими людьми, потому что они, во-первых, воруют ваш контент, воруют ваше время, вы затративаете время на то, чтобы создать верстку, и уже сверстанный материал вы предоставляете этому издательству, и оно его просто похищает. Оно откладывает его себе где-то, а вы что получаете? Вы получаете одни только затраты. Времени, денег и так далее. А вам начинают еще морочить голову. Говорить там, ой, у нас юрист есть, он сейчас вот прочтет, а потом мы вам скажем, будем ли мы публиковать. Позвольте, я уже все ваши выставленные требования уже выполнил, а вы к какому-то юристу, а этот юрист вообще насколько квалифицирован, он насколько вообще способен судить, что можно, что нельзя. Я отвечаю за текст, я являюсь автором. Я полностью отвечаю за текст. Я готов принимать какие-то технические поправки. Ну там, где-то там вот абзац поправить, здесь вот опечатки исправить. Да, это я готов. Но общаться с людьми, которые вообще ничего не понимают в правовых условиях выпуска книг и проводят просто цензуру, ну я просто не стану. Поэтому я выставил 8 книг на этом ресурсе, затратив на это бездну времени, силы, и в общем-то напоролся на то, что я не буду никогда с такими ресурсами общаться. И других авторов предупреждаю, вас прежде всего стараются обуть. Вы хотите из своей книги сделать событие, ну хотя бы продать свой интеллект, свой труд вы хотите продать. И пытаетесь найти вот такую торговую площадку в виде электронного интернет-магазина. Так они, не знаю все ли, потому что все я, конечно, осмотреть не могу, но многие осмотрел. Вот этот конкретно, Ридеро, латинскими буквами написанное, это структура, которая предназначена для того, чтобы у вас отнять деньги. Вот у автора. Я понимаю, что есть вот такие графоманы, они что-то там присылают, и для них делают вид, что якобы их книги распространяются. Они, конечно, никогда не будут распространены, но даже если автор действительно качественный, выпускает качественную продукцию, достойную того, чтобы найти свою аудиторию, то здесь все приравнены к графоманам. Им надо морочить голову, отнимать у них деньги, говорить, да мы вам вот отредактируем, откорректируем, сверстаем, распространим, но денег вы не получите никаких, потому что не для этого все. Эти люди грабят авторов просто. Для того, чтобы обогатиться, и платой за это обогащение является отсечение автора от аудитории. Большинство интернет-магазинов, ну вот все, которые я просмотрел, все именно таковы. Они отсекают автора от аудитории, и пытаются склонить автора к тому, чтобы он затратился. Ну, например, захожу на один электронный сайт, читаю, там масса всего написано, все интересно, все хорошо, а потом, наконец, дохожу до раздела дистрибьюция, и там написано, вы сначала 5000 рублей заплатите, и еще там значок такой есть для книги, чтобы она попадала в какие-то там реестры государственные, и СБН, и еще 3500. Вот все, то есть разделе автора, а дальше уже можно ничего не делать, дальше просто с ним можно вести переписку, вы все равно не пробьетесь никуда. И даже если каким-то чудом, только чудом, а не усилиями вот этих электронных магазинов, ваша книга пойдет в массовую продажу стотысячными тиражами, тогда, может быть, с вами поделятся прибылями, которые пойдут. Ну, в копеечки там эти вы будете собирать, но прожить на это вы не сможете. То есть огромный интеллектуальный труд, там вы пашите там год, полгода, для того, чтобы написать книгу, вот книга получается, и кто собирает все эти прибыли. Это вот жулики, которые используют электронные средства для того, чтобы вы не получили аудитории. Поэтому этим заниматься не надо. Я подумал, что, наверное, придется самому создавать свой собственный электронный магазин, и заниматься самому распространением, не касаться всех этих вот жульнических структур, которые никаких гонораров вам, конечно, никогда не заплатят. Это я для авторов, а читателям я объясняю, что почему вы не находите достойной литературы? Ну, потому что никто этим не занимается. Никто не занимается составлением для вас круга чтения. И, видимо, этим вот надо заняться именно для русских людей. Именно для русских людей. Художественную литературу, специальная литература тоже требует определенного оформления, потому что если вы читаете американскую, скажем, литературу специальную, то увидите, насколько тупо и безграмотно она составлена. Ну, видимо, нужен какой-то русский стиль, в том числе и для, скажем, естественно, научной литературы, для технической литературы. Как-то все по-другому. Ну, инструкцию там берете на какую-нибудь, я не знаю, стиральную машинку, так все составлено, что это просто невозможно. А я как раз вот получил инструкцию по составлению верстки книги. Ну, это просто невозможно. Вместо того, что все по-русски написать, там написано все таким языком, что здравый человек не поймет. Вот, может быть, надо там специально какое-то учебное заведение кончать, чтобы вот этот текст можно было понять. Вот, я попытаюсь выставлю те книги, вот, которые я пытался выставлять в Ридеров, 8 книг, но я считаю, что они просто у меня похищены, похищено время, мои деньги похищены. Вот, тем не менее, когда я выставил, это единственная книга, которая прошла, видимо, они просто не стали ее модерировать, ну, посмотрели название, поставили, а вось пойдет. И тут же я увидел, что она востребована, книга русской идеологии, такая фундаментальная, книжка толстенная. Вот, ну, может быть, и слава богу, что она не пошла, потому что я там, после того, как отозвал все книги, начал читать, там опечаточки есть, надо их все исправить, и просто мы дадим жизнь этой книге каким-то другим путем, не через этих жуликов, электронных жуликов, через, ну, какими-то другими средствами будем создавать вот этот круг чтения. Вот, я просто хотел рассказать, в том числе, о том, чем я занимаюсь. Вот, я хотел выставить книжку «Карательная экспертиза», собственно, с чего начались мои конфликты вот в этом издательстве. То есть, хотел обобщить свой опыт составления экспертных заключений или, как бы, противопоставляющих. Вот, мое мнение специалиста, мнению неких экспертов, которые призываются ныне действующей властью, всеми этими подложными, фальшивыми прокурорами, судьями и так далее, вот, свое мнение специалиста по тем делам, по которым судят сейчас русских патриотов. Ну, Владимира Квачкова, вот, там, осудили Николая Боголюбова, будут судить Юрия Екишева и так далее, и так далее. Я хотел просто все эти материалы собрать и вот в печатном виде выставить. И тут мне стали рассказывать, морочить мне голову, вот это нельзя, то нельзя, это нельзя цитировать, это все надо выбросить, это оскорбление, это клевета. Да кто-то такой, этот юрист, аноним, чтобы мне рассказывать, где там клевета, где, если я какой-то факт знаю или какую-то оценку привожу, это мое мнение и мое знание фактуры. Вот и все. Поэтому я ни с какими юристами обсуждать тексты своих книг не собираюсь. Если где-то вам авторы предлагают такое обсуждение, вы сразу говорите, нет, нет, никаких обсуждений ни с какими юристами не будет. Ну, рекомендации там, если кто-то там пришел, это рекомендации, вот, может быть. Но здесь не рекомендации, здесь сказали, мы не издадим вашу книгу, если там будет вот то-то и то-то. Я думал сначала, ну, это какой-то, какой-то локальный психоз, дай-ка я тогда предложу забить звездочками те фрагменты, которые редакция считает недопустимыми. Они согласились, я забил, выставил, а потом мне говорят, вы знаете, мы еще две книги отправляем юристу. А это были как раз две книги, которые я готовил к конференции памяти моего друга и друга вот того круга, в котором я вращаюсь, Сергея Пыхтина, который умер в 2011 году. И мы хотели выпустить две книги с его произведениями. Ну, это наши совместные труды с ним, когда-то еще написанные. Ну, его творческое наследие в том числе включает и те книги, которые написаны в соавторстве. Я подготовил две книги к печати, их выставил там в Ридеро. Одна называлась «Послесловие к мятежу». Такая довольно увесистая книга, и она описывала события последней пятилетки 20 века, ну, в такой свойственной тому периоду, да, и этому, в общем-то, публицистической манере. Вот я уверен, что там юрист, конечно, опять скажет, а, там, тут оскорбление, тут клевета, да, мне наплевать на этого юриста, я никогда с ним дело, конечно, иметь не буду, и с этим Ридеро тоже никогда. И другим рекомендую, ни в коем случае, Ридеро, запомните, жулики, с ними дело иметь нельзя. Вот. Вот, и вторая книжка была «Национализм. Тотальная борьба идей». Об идейных противоречиях или столкновениях вот в период, примерно, уже в следующей пятилетке, пятилетка или десятилетка, первая десятилетка 21 века. Тоже публицистический материал, ранее опубликованные статьи, одни в электронной форме публиковались, другие там, где-то в журналах. Вот этот материал тоже вошел в книгу, в сборник статей. Я понимаю, что если попадает в руки вот этому либералистическому юристу, он там понайдет, чего там только, там, чертся, ногу сломит, сколько он может найти там всяких строк, которым можно придраться. Поэтому я разорвал все отношения, отозвал все книги из этого издательства. И буду искать другое, а скорее всего, надо все-таки создавать свое и обходиться без вот этих, этой жульнической среды, которая использует электронные формы. Ну ведь действительно за нами устроят там слежку, прослушку и так далее. Все электронные ресурсы используются против гражданина. Ну давайте мы хоть что-нибудь создадим за гражданина. Создадим круг чтения для людей, выложим достойные книги. Да, они должны продаваться. Пусть они будут продаваться дешево, но они будут соединять читателя и писателя. Именно соединять, а не разделять, как сделано сейчас в подавляющем большинстве электронных магазинов. Они разделяют, они соединяют. И естественно, что в этом море информации нужен какой-то островок стабильности. Вот островок качественной русской литературы. Политической, философской, художественной. Такой островок мне бы хотелось создать, и я ищу тех, кто в этом мог бы поучаствовать. Хотел я еще выложить книгу воспоминаний моего деда. Он провел три года в Карлсхорсте, в Берлине, и видел своими глазами многое из послевоенной жизни Германии. Вот он эту послевоенную жизнь описал глазами редактора главной военной газеты, которая в тот момент в Берлине существовала. С 1947 по 1950 год. И к этой книге я еще приложил свои. У меня давно лежал такой материал, написанный тоже еще в середине 90-х годов, «Открытие Германии». Вот когда я впервые съездил, тогда это вновь было, я первый раз попал за рубеж в начале 90-х годов в Германии. Вот я писал свои впечатления, и последующие некоторые свои впечатления от общения с немцами. Несколько всяких наблюдений. Такой документ эпохи. И вот получается, что там мой дед в 20-е годы с немецкой делегацией возился, потом воевал всю войну с немцами, естественно, не общался. Вот только через линию фронта там не особо общение в Германии, в Берлине. Он увидел немцев уже с короткой дистанцией. И вот его впечатления и мои. Получается, охватывается весь 20-й век. Я думаю, что это тоже был бы интересный документ, интересный исторический документ. И еще целый ряд книг. Я обобщил некоторые свои статьи, этнологические статьи. Написал такую книжку, составил тоже из публикации разных периодов. Книжку «Русские не россияне». Я тоже ее выложил в Ридеро, но получил, можно сказать, отлук. Тоже я представляю, что бы они сказали, если бы начали там предметно читать. Ну, поскольку это, я считаю, что там русофобы какие-то сидят, и нельзя к ним подходить и общаться с ними. Разве что предупреждать других, чтобы они туда не ходили и не обманывались. Да, выложил я там книжку «Бусидой. Русский путь». Давно написал уже эту книжку, которую мой опыт в боевых искусствах обобщает. Некоторые там технические моменты, некоторые автобиографические, такие мемуарного характера, можно сказать. Я думаю, что там было бы что почерпнуть людям, и которые долетели от боевых искусств, и те, кому нужны какие-то предметные знания, методики, вот эти методики с фотографиями, с описаниями, все это есть. Но, к сожалению, пока эта книга снова откладывается на какой-то период, вот издавать ее придется явно в каком-то другом месте. Я что-то написал, хочу донести свои писания до публики. Используя вот это стремление, вот эти жулики создают электронные ресурсы, ими улавливают, как с очком, вот таких людей вроде меня. Но я как-то вот быстро сориентировался, и поэтому делюсь своим опытом с другими. Не попадайтесь на эту уловку. Вас хотят превратить в графомана, чтобы вы писали, но вас никто не читал. Зато вы будете платить за свое графоманство. Автор должен зарабатывать. За свои интеллектуальные усилия он должен получать плату. Если аудитория не создается таким путем, то есть нет людей, которые готовы платить хотя бы небольшие деньги за те интеллектуальные усилия, которые потрачены, тогда это графоманство. Этим тогда заниматься не нужно. Не можете найти аудитории, заканчивайте с этими бесплодными усилиями. Или если вы пишете стихи, то получается, что ваши стихи – это для очень узкого круга. Вот в этом кругу вы и будете вариться. Надо искать выход на публику, выход на аудиторию. Но не через эти электронные ресурсы, которые требуют от вас сходу, прямо с порога уже требуют сначала заплатить за входной билет, а дальше вам создают иллюзию, что якобы ваши материалы где-то распространяются. Не нужно. Хотел бы тоже издать книжку, которая называлась «Черная книга Чеченской войны». Это такой доклад, который был создан в конце 90-х годов или в начале 2000-х, сейчас уже не помню, когда Дмитрий Рогозин был представителем комитета Госдумы по международным делам и ехал в Европу на парламентскую ассамблею Совета Европы, где там наша делегация должна была быть представлена, должны обсуждаться были проблемы в Чечне, которые возбудились в связи, да, видимо, это 2000-й год, в связи с обострением ситуации, с началом Второй Чеченской войны. И вот доклад по Первой Чеченской войне, такой очень корректный, с использованием определенных устойчивых выражений, приемлемых для правозащитной среды, был создан, и вот он остался лежать с тех пор у меня в столе. А я думаю, что очень важно было бы, чтобы этот доклад мог попасть в руки тех, кто исследует вот такие повстанческие события в какой-то этнической среде. И вот образец Чеченской войны, это образец профинансированный как внутренними, так и внешними врагами войны против государства российского, и вот как все это дело происходило, и какие нарушения, там, прав, свобод, человека, где кого, как убивали, ну, это же все осталось за скобками. Где преступления вот этих чеченских этнобандитов, где они описаны? Да нигде, нигде. Вот где в компактной форме вы сможете ознакомиться с этим. Вот в этом докладе сможете. Все очень корректно, компактно, без всякой публицистики. Все очень строго. Что еще тут? Великая Россия и ее заклятые друзья. Книжка уже была давно написана, посвящена нашей партии. Сквозь эту призму мы смотрим на события в русском движении, кто есть кто в русском движении, как организационные метания происходили, кто с кем заключал коалиции, как действовала против нас власть, как действовали суды, как действовали внедренные агенты, кто эти внедренные агенты. Там все это написано. В принципе, книга уже написана давно, она посвящена 2007-2013 году. Но персонажи, которые там крутятся, они, в общем, до сих пор, многие из них на виду, некоторые в сторону отошли, там переквалифицировались в управдомы. Но это будет полезно и для русских людей, которые наблюдают за политикой, и для будущих историков, чтобы они знали, как все происходило в лицах, в событиях, в датах и так далее. Все с достаточной точностью. И у меня целый цикл должен выйти. Книг я обязательно сделаю так, чтобы они до аудитории дошли. Цикл называется «Реконструкция», посвященный в основном древнегреческой истории. Первая книга, которую я выложил вот в этом треклятом издательстве, надеюсь, что как-то придется, с помощью этой передачи я и сообщаю тоже, что эта книга может быть похищена просто этими жуликами. Книга называется «Герой Гомеровской эпохи». Это довольно серьезное научное исследование всех древнегреческих идеологий еще до эллинской, до известной нам классической греческой истории, зато хорошо известной нам по мифологии. Мифология, оказывается, это способ записи исторических событий. Как это открывается? Выстраиванием генеалогии, то есть нет особых противоречий в древнегреческих, вот этих, до Гомеровских, в Микенской эпохе генеалогиях. Нет. Я построил все эти генеалогии графическим образом. В таблицах все это свел, там куча литературных ссылок, все это я собрал. Конечно, это я не с нуля, опираясь на те исследования, которые уже проводились, просто никто такой работы еще не сделал. Вот я постарался сделать, и надеюсь, что до научной среды и до любопытствующей публики все это будет доведено. И последующие, эту книгу я создал как отдельный вынув фрагмент из ранее подготовленного материала, теперь он будет покороче, что даже хорошо. Этот материал назывался «Греческая история от Геракла до Перикла». Это вот отдельное видение древнегреческой истории, вот как я его там простроил, тоже опираясь на мифологию, источники. Затем реконструкция Троянской войны. Думаю, это будет очень любопытный, тоже такой компактный труд, который, используя все источники, реконструирует, как на самом деле происходила Троянская война. Мы там судим по фильмам. Фильм «Троя» хорош во всех отношениях. Хорошие артисты, но к истории он имеется самое минимальное отношение. Вот какова на самом деле была история, я написал в этой книжке. Следующие – это такие большие путеводители, можно сказать. Вот человек едет, скажем, в Пелопоннес, и вот он хочет его объехать, вот он сможет увидеть такую иллюстрированную книгу, большую, объемную, захватывающую, там, источники. И вот я сам посещал Пелопоннес, там и мои фотографии, фотографии из музеев, которые либо я сделал, либо я где-то нашел. Вот древний Пелопоннес, реконструкция, древняя Аттика, реконструкция, тоже со всеми подробностями. Вы приезжаете. Я в Афины, где что находится, где какие музеи. Ну, есть путеводители, в которых понять ничего невозможно. Здесь вы поймете заранее, еще никуда не выезжая, еще не купив билет, вы сможете увидеть, где и что следует, стоит посмотреть. И если вы знаете о том, что вы потом будете разглядывать своими глазами, вам будет гораздо интереснее. Вот это тоже такая объемная книжка. И хотел бы я выпустить второе издание книги «Настоящая Спарта», которую я пополнил, там исправил кое-что. Некоторые выбросил моменты, которые, когда первое издание было пять лет назад, переосмыслено сегодня. И дополнил еще статьей под названием «Боевое искусство у древних греков». Я думаю, что это тоже будет интересно. Это по источникам и по визуальным изображениям, в основном вазописи, какие были приемы, правила. В общем, все, что можно было извлечь, я извлек. Не так уж и много этого. Каждый любопытствующий сможет с этим познакомиться. И из римской истории антисвитоний, первые римские императоры, как бы в противовес сочинению свитония жизни 12-ти цезаря, это достаточно известное произведение. В общем, все его читают, цитируют. Ну, оно создано как такой памфлет, дискредитирующий первых римских императоров. Ну, они все там выглядят крайне некрасиво. Ну, я как бы вот увидел в сочинении свитония именно публицистику, такую злобную, враждебную вообще к римской империи публицистику, и создал апологетические. Вот вместо дискредитирующих и таких клеветнических биографий, я создал апологетические биографии, там с большим количеством иллюстраций, в основном это мои были фотографии, в том числе с реконструкцией внешности. Ну, когда вы смотрите на скульптуру, на ней глаз нет, я там сделал электронным способом, нарисовал глаза, и сразу это такая ожившая история, сразу это живые лица, живые характеры. Сразу понятно, что это за люди, те биографии, которые написаны, «Цветониям», они не имеют ничего в общем ничего из них. Вот такие события я хотел бы создавать для русской публики в виде филосистических произведений. И я призываю тех, кто занят интеллектуальным творчеством, культурным творчеством, превращать все в события, отодвинуть весь мусор, который нам предлагают эти новостные каналы, телевидение, газеты, блоги, все это не русские новости. Не надо обсуждать Трампа, Улюкаева, все это мусор. Создавайте события русской жизни. Русская жизнь продолжается, она должна быть описана в новостях. Не будет новостей, если не из чего будет составлять новости, значит, жизнь закончилась. Вот как бы она действительно не закончилась, и что бы она не закончилась, надо создавать эти события, надо участвовать в этих событиях, надо их обсуждать, надо их наблюдать, воспринимать, усваивать своим интеллектом, впускать свою душу, и жизнь русского народа продолжится. Слава России! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова